Поддерживать инициативу развития зеленых технологий Франция с 30 ноября по 11 декабря ООН проведет в Париже международную конференцию по экологии. Уже к 1 ноября все страны-участницы должны будут предложить конкретные планы по программам адаптации к изменению климата с указанием источников финансирования, а также к переходу на безопасные источники энергии. Отмечу, Перу, где расположен самый большой тропический ледник в мире, уже страдает от сильной нехватки воды. Келькая, расположенный в перуанских Андах, является самой большой тропической ледяной шапкой в мире. Однако за последние 30 лет здешние горы потеряли пятую часть всех своих ледников. Таяние продолжаются по сей день. Такая тенденция серьезно угрожает экономике южноамериканской страны. В скором времени местные сельхозугодия и пастбища могут остаться без воды. Кроме того, 40% электроэнергии Перу также вырабатывается на ГЭС. Обеспокоенные таким положением дел власти Лимы готовятся обсудить данный вопрос на конференции по изменению климата в Париже, который пройдет в начале декабря этого года. Перу сильно страдает из-за климатических изменений. Мы очень зависимы от гидроэлектростанций, а запасы воды все уменьшаются. Снижение уровня воды может привести к более пагубным последствиям в будущем. В нашей стране расположено более 70% всех тропических ледников мира. И запасы воды, получаемых с этих льдин, уже сократились на 30%. Бьют тревогу и работники гидроэлектростанций. Они уже не знают, откуда брать живительную влагу. Все альтернативные источники также опустошаются. По их словам, в 1978 году скорость таяния ледников в Андах составила 6%. На сегодняшний день эта цифра увеличилась. Раньше, в засушливый сезон, мы брали воду из грунта, накопленной там естественным образом, или в результате природного таяния ледников в горной цепи Анд. Но с отступлением всех этих ледников запасы воды катастрофически сокращаются. Жители Лимы уже ощущают на себе острую нехватку воды. Несмотря на некий прогресс в экономике этого города, многие перуанцы продолжают жить из-за чертой бедности. Их жильё – старая лачуга, а воду им привозит водовоз, который заглядывает сюда раз в неделю. Это единственный транспорт, который заезжает сюда. Иногда и они про нас забывают. И тогда нам приходится сидеть до 20 дней без воды. В этой стране не очень просто выжить. Каждый раз приходится адаптироваться под условия жизни. Воды на всех не хватает, а ведь это главный источник жизни. И это ещё не всё. Мир животных и растений также страдает от климатических изменений. Местные эксперты, выступающие за сохранность природы, обвиняют людей в происходящем. Живя сегодняшним днём, человечество забыло позаботиться о своём будущем. Все так погрязли в политике, что забыли о природе. А этим ледникам нет дел до политики. Но именно в результате наших деяний мы видим такую картину сегодня. И эта картина ужасающая. Всемирный банк обратил внимание на положение ледников в 2009 году. Тогда в организации заявили, что с такими темпами уже через 20 лет тропические ледяные покровы на Андах могут исчезнуть. А это грозит продовольственным и энергетическим кризисом всему региону.